ну вот собственно как получилось непосредственно уже все это одета на катере как видите все натянута то есть натянулась все абсолютно нормально но вот сравните со старым этого этого фрагмента от не делся то есть это старый тент вот но здесь конкретно то есть как сколько столько за сколько заказали сколько получили и соответственно другая сторона всем привет меня зовут сергей я приветствую вас на канале 1р23 канал посвящен всевозможным катерным тематиком водомоторным тематиком водным тематиком и многим-многим другим вещам подписывайтесь на канал ставьте колокольчики для того чтобы получать оповещение о выходе новых роликах а в данном ролике я расскажу о том о проблеме с которой сталкивается огромное количество владельцев катеров это ремонт ходового тента катера без полностью полного перекроя тента то есть без полного без замены тент то есть именно ремонт вот сейчас пришел катер вот показываю вам во что превратился его тент то есть на самом деле подобная картина вот показываю подробно то есть она вся вот вот он весь вся ткань сгнила сгнила и ткани стекло сгнило все полностью сгнило на данном конкретно на данном то есть это отбросим в сторону для кого характерно подобная проблема то есть такая проблема характерна в первую очередь для тех кто офигенно решает экономить на том что катер храни не изготавливает это транспортировочные и стояночные тента для своего катера а предпочитает хранить его под ходовым тентом если вы храните катер под ходовым тентом то через несколько лет он у вас превратится вот такого дерьмо то есть к этому надо быть готовым и морально и финансово и физически по изготовлению нового то есть на катер средних размеров может стоить до 100 с лишним тысяч рублей то есть в зависимости от сложности тента в зависимости конструктива дуг но соответственно не от суммы на которую я не буду говорить потому что это не реально а все ну каждая лодка она требует как бы своего но при нынешних ценах при нынешних ценах на стекла при нынешних ценах на ткань при вообще в принципе нынешнем курсе доллара при ценах на фурнитуру и на все остальные вещи тенты менять очень скажем так дорогое мероприятие и подходить к на к этому надо не бестолково с той точки зрения что не надо без всяких этих как его называется портить собственную лодку портить собственный тент без допустим каких-то веских очень причин особенно из-за собственной как говорится любая любая жадность в конечном итоге приводит к попадалову гораздо проще и лучше сделать один транспортировочно стояночный тент и закрывать катер когда он находится на хранении на берегу закрывать и ходовой тент нужно беречь его нужно снимать его нужно за ним нужно ухаживать почему сейчас еще раз расскажу то есть я говорю одна и как еще раз говорю одна из основных причин это то что катера часто очень хранят и зимой и летом и весной и осенью круглый год используя всего один тент по той простой причине что денег на нормальный допустим ходовой расстоянии транспортировочный стояночный тент жалко а других тентов нет все вот поэтому катер чтобы как-то его сохранить интерьер сохранить его состояние сохранить его корпуса попадание влаги люди держат вот такие вот вещи какая бы крутая ткани у вас не было в конечном итоге она вся сгорит сгорит не за год не за два но за какое-то время она сгорит то есть допустим там китайские ткани сгорят быстрее немецкие английские американские ткани сгонят сгорят гораздо дольше то есть и очень часто бывает такая ситуация когда приводят тент и ты смотришь и понимаешь что проще его просто выкинуть и сделать новый потому что там хранить с это там делать и ремонтировать абсолютно ничего если ты делаются в россии в основной массе при изготовлении тент используется самое дерьмовое китайское стекло которое просто есть и возможность купить либо которая осталась от каких-то тентов я такие вещи делать не рекомендую то есть я использую исключительно немецкими стеклами вообще стараюсь использовать при изготовлении ходовых тентов исключительно немецкими материалами то То есть, это материалы проверенные. Я здесь никому не рекомендую использовать Китай. Вообще ни в каким... То есть, только если у вас не офигенно бюджетная лодка. И когда стоимость тента может превысить стоимость лодки. Ну, вот в этом случае имеет смысл, наверное, каким-то образом что-то экономить. А так... Ну, вот как еще раз говорю, данный катер пришел с проблемами. То есть, пришел вот с такими стеклами. Это вот первая часть. И вот, соответственно, вот у меня лежит уже изготовленный элемент тента. Вот вторая часть. То есть, стекла, соответственно, вот данные стекла, видите, вот они все мутные. Меня через них не видно. Вот такое стекло, в принципе, сгорит на катере за сезон. То есть, когда стекло становится мутным, при хорошем солнце, при хорошем солнце, то есть, данное стекло сгорит и станет вот таким вот. Оно станет все дырявое буквально за несколько месяцев. Ну, и плюс ко всему, что через это стекло уже сейчас ни черта не видно. Как, что нужно понимать, когда вы заказываете этот, как его называется, тент, какие-то элементы, отдельные элементы тента для собственного катера. Как еще раз говорю, первое, это самое главное, это если сгорела ткань, вот как здесь, она сгорела вся целиком, то есть, ее спасать смысла нет. То есть, ткань нужно менять. Меняется она элементами, то есть, без проблем. Вот, это, скажем так, финансовая затрата, но это делается. Дальше, следующий момент. Зачастую, в принципе, даже вот таким образом, произвести ремонт таким образом гораздо проще, чем, например, произвести разборку данного тента. Потому что при разборке это надо распороть все швы, распороть все элементы, потому что все, вот конкретно данный тент собран на стекле. И для того, чтобы вот это все мероприятие, все полностью повторить, все узлы, все элементы, повторить геометрию, то есть, необходимо порой произвести, если сохранять ткань изначальную, то, как его называется, можно, в принципе, соблюсти и использовать данную ткань, ее распороть. Единственное, при этом, большой риск того, что ткань может получить повреждения, она может разорваться, и в конечном итоге, все равно она пойдет на смарку. Поэтому, если у вас элементы вот такого плана, то есть, они могут быть больше-меньше, логично вполне сделать их сразу новыми, целиком. То есть, используя аналогичные ткани. То есть, например, синяя ткань, то есть, использовать мехлеровскую ткань, либо, допустим, черные, там без разницы, разные тенты, разные цвета, то есть, можно использовать разные элементы тканей. То есть, это все допустимо. Но еще раз говорю, что самое главное, это не использовать, если у вас хороший катер, не использовать Китай, и, собственно, все будет тогда нормально. Одна еще из причин, почему я не рекомендую при ремонте То есть люди периодично звонят и спрашивают, а как можно сэкономить Нет, сэкономить здесь не получится никак То есть нужно брать дорогое, хорошее стекло По той простой причине, что если брать немецкое стекло, оно великолепно тянется То есть я могу поставить его без проблем, натянуть в натяжку, поставить его на катер Вот этот элемент без всяких геморрой Если я использую дубовое китайское стекло, учетом того, что тент уже в принципе потянутый То есть ты делаешь работу уже исходя из изначально нарушенной геометрии тента Получается следующая штука, что может так выйти, что стекло просто тупо не натянется на катер Так что в этом случае необходимо всегда использовать исключительно нормальное стекло То есть я предпочитаю использовать немецкое стекло, вот оно у меня здесь С ним тент натягивается великолепно Дальше, следующие моменты, аспекты, которые еще могут здесь быть То есть на самом деле отремонтировать таким образом можно практически любой тент Без малейших геморроев То есть можно использовать, если у вас, независимо от размера катера Если у вас накрылся какой-то элемент, его можно отремонтировать Можно заменить стекло, можно заменить ткань, можно заменить что угодно Можно оставить молнии, если молнии накрылись, соответственно молнии можно поменять на аналогичные Вот, в этом случае что нужно единственное иметь в виду Что кнопки, вот видите, здесь сделан крепеж, сделан непосредственно на надувные На такие вот, надеваются на гвоздики на своеобразные Видели такие катера? То есть не все катера делаются на кнопки То есть, соответственно, при изготовлении нового тента Вот здесь просто остаются места То есть это делается, отверстие ставится непосредственно при установке тента Это вот этот момент О, нитка пристала Так, теперь дальше Если, соответственно, у вас кнопочная система То вам необходимо просто докупить комплект кнопок Можно их купить по мере необходимости На тент столько, сколько нужно Потому что шанс попасть Кнопки ставить нельзя Тент нужно натягивать И кнопки устанавливать уже непосредственно на месте Я сниму отдельный ролик про инструменты для установки кнопок Когда, допустим, вы заказали просто тент А в принципе, я что снимать? Сейчас у меня здесь все под рукой Я вам покажу На самом деле, для того, чтобы поставить кнопки на тент Самостоятельно То есть это идет к раскладу о том Что вы не можете мне пригнать катер Вы мне присылаете только элемент Который я вам повторяю Соответственно, кнопок на нем нет Вам надо поставить кнопку Для этого вы идете в магазин детского творчества Ну вот это вот профессиональный инструмент Он вам не особо нужен И покупаете вот такую вот штучку Вот То есть это непосредственно Этот, как его называется Это установщик кнопок Вещь абсолютно дерьмовая Но продается во многих магазинах Вот в частности Вот данное изделие я покупал в магазине Леонард, по-моему, называется Стоит оно не совсем бюджетно То есть стоит оно порядка где-то там В районе полутора-двух тысяч рублей Вот эта штучка Почему она дерьмовая? Это потому что ее просто не хватит Ну, скажем Установите Ее хватает ровно на один-два катера Если при нормальной работе, при установке тента Если, допустим, хорошим инструментом Хорошими пассатижами Можете устанавливать это все дело без проблем То вот подобные вещи В принципе Но для вашей лодки конкретно Если вы купите вот такой вот установщик Это проблем не будет То есть вы его купите И вам его хватит навсегда После этого вам придется допокупать кнопки И все Ну и соответственно Ну уже не идете в детское творчество Идете в любой ширинный магазин И покупаете вот аналогичные пассатижи Для того, чтобы пробить отверстие по кнопку Все После этого Когда вы получили тент Если вы заказываете кнопки Чтобы я вам отправил вместе с тентом Соответственно Вы получаете и кнопки С некоторым плюсом На предмет того, что вы все равно Однозначно что-то испортите Вот А так Вы просто берете Натягиваете тент Маркером Отмечаете Берете маркер Прямо допустим Раз Натянули тент Как он должен стоять Поставили точку маркером В это место И в это место Сделали пробой Пробили отверстие И соответствующим образом Зажали кнопку На деле застегнули кнопку И так идете по кругу катера После того, как все у вас натянулось Все Вы пользуетесь нормально тентом Вот в общем Вот такая вот штука А так Вот я вам показываю Вот Этот вот тент был А это вот что стало То есть Вот это полностью По размерам По лекалу Снятому вот с этого тента Полностью изготовленный Новый элемент То есть Здесь новое стекло Новая ткань Соответственно Вот Отверстие я уже поставлю Непосредственно По Мере установки тента А так вот Все Молнии использованы Оригинальные То есть Родные с тента Без малейших проблем Они не повреждены Поэтому они вшиты Просто после После сшития тента Они вшиты по месту Так же Как они стояли На оригинальном тенте То есть Это все повторяется Так что вот Если вы столкнулись С подобной проблемой Имейте ввиду Она решаемая Она решаемая Решаемая Достаточно Ну Не совсем просто То есть Вот у меня сейчас лежит стекло Которое Очень сложно Будет разобрать То есть Там надо разобрать Полностью все элементы Наложить их Собрать сначала Вот эту всю поверхность То есть Это будет Ну вот С данным тентом Будет сложная работа Вот здесь Скажем так Работы тоже очень много Но она проще Так что вот Если будет вопрос Как всегда Вопросы можно давать Не на почту Почта 1-1-2-3-собака-mail.ru Обязательно Семь отвечу А так Спасибо за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok